Полезный город Ситуация далеко не однозначная, но по большому счету то, что сейчас происходит, это в большей степени какие-то эмоции. Какой будет глубины кризиса и как долго он пройдет, пока, к сожалению, никто не знает. И тут зависит очень от многих, в первую очередь, каких-то внешних факторов. Главное, нужно понимать, что все кризисы заканчиваются. Рано или поздно надо надеяться на то, что экономика живет и начнет работать. То есть вы придерживаетесь необходимости смотреть на будущее, то есть может быть не расстраиваться по поводу того, что нас ждет в какое-то ближайшее время? В моей истории это уже некий четвертый финансовый кризис. Соответственно, я уже сделал какие-то определенные выводы, накопил определенный опыт и понимаю, что в таких ситуациях надо просто действовать разумно и осторожно. А все кризисы одинаковые или этот какой-то особенный со своей неопределенностью? Все кризисы, наоборот, все кризисы разные. Так получается, что в каждом кризисе есть какие-то свои особенности и поэтому к ним практически никогда невозможно заранее приготовиться. А что тогда можно сделать? Какой-то универсальный совет, кроме, наверное, того, чтобы эмоции свои хорошо контролировать? В первую очередь, если мы говорим про какие-то сбережения, про какие-то инвестиции, то тут надо повышать финансовую грамотность. Если вы будете владеть пониманием, как работают финансовые инструменты, если у вас будет какая-то подушка безопасности, во-первых, вам будет гораздо проще пережить такой период сложный, а возможно, вы даже сможете заработать каких-то дополнительных денег, либо как минимум сохранить свои деньги от инфляции. А подушка безопасности – это то, о чем надо было все-таки думать? Безусловно, безусловно. И сейчас как раз та ситуация, когда люди наконец-то осознали, что надо было заниматься повышением финансовой грамотности, нужно было формировать подушку безопасности и это делать не сейчас, а делать гораздо раньше. Допустим, очень часто меня спрашивают, нужно ли покупать, к примеру, доллары сейчас. Но я всегда говорю, что доллары, и всегда говорил, что их надо покупать всегда на какую-то часть сбережений. Это нужно делать регулярно. Делать это сейчас. Тут все уже неоднозначно. Тут надо смотреть, какая у вас структура накоплений, какие у вас доходы, какие у вас расходы. Но так либо иначе, если мы говорим про какие-то длительные сбережения, про какие-то инвестиции, то нужно иметь определенный диверсифицированный портфель, который в том числе состоит из акций и облигаций. Всегда звучит одно и то же мнение, что нужна диверсификация. То есть нельзя только в доллары или только в евро или еще что-то в одно вкладывать. Это какой-то тоже, наверное, универсальный совет. По большому счету, да, потому что, во-первых, все кризисы действительно разные. Мы не знаем, насколько это глубоко будет кризис и каким конкретным последствиям он в конечном токе приведет через 3 месяца, либо полгода. И купить или сделать ставку на какой-то единый актив, ну, к примеру, на покупку золота или на покупку доллара, это тоже не совсем разумно. То есть нужна какая-то диверсификация, и именно только диверсификация может помочь вам сохранить ваши сбережения. Заговорили о валютах. Ваши прогнозы по доллару, евро, рублю, что будет дальше, если это вообще можно каким-то образом пытаться прогнозировать? Вот из нынешней ситуации. Тут больше вопрос к тому, сколько будет стоить нефть и как долго она будет стоить так дешево, как стоит сейчас. Если нефть будет стоить на этих уровнях какое-то довольно продолжительное время, то, естественно, рубль будет обесцениваться и дальше, и будет двигаться в сторону 80 рублей и выше. Не исключено, что мы увидим и трехзначную цифру. Когда-нибудь да, но это может произойти и через полгода, а может быть и через 5 лет. А спрашивать о том, как может выглядеть дно нынешнего кризиса, наверное, тоже невозможно, потому что это сложно представить сейчас. Во-первых, надо понимать, что в каждой стране будет свой кризис, в том числе и по продолжительности, и по глубине, и по последствиям. К сожалению, российская экономика одна из наиболее уязвимых в этом ситуации, так как очень сильно зависит от цен на те товары и ресурсы, которые мы экспортируем. И какую-то оценку сейчас давать действительно очень преждевременно тут зависит как от поведения внешних рынков, так и от того, какие меры будет предпринимать наше российское правительство. Накопления вот наши. Их пора уже спасать? Или нам можно еще посидеть подумать? Вы сейчас говорите про российский бюджет или про российский бюджет? Нет, про деньги, которые, возможно, есть у кого-то из каких-то накоплений, вот подушка безопасности или свободные средства. Ну, во-первых, безусловно, надо пересмотреть структуру накоплений, понять, на какой период у вас хватит денег, чтобы пережить текущую ситуацию, и, возможно, предпринять какие-то дальнейшие действия, как по повышению своей финансовой грамотности, так и по диверсификации портфеля. Часто не бывает достаточно все-таки знаний у инвестора для того, чтобы работать со своими средствами, да? Ну, безусловно, очень многие новички, наоборот, пугаются в финансовых рынках, боятся, что это все очень сложно и недоступно. Но это не так. Во-первых, сейчас в интернете очень много доступных правильных ресурсов, где можно получить какие-то базовые знания. И, во-вторых, если вы хотите на длительном периоде времени не потерять свои деньги, то рано или поздно вам придется начать инвестировать на финансовый рынок. И сейчас, в принципе, для этого есть благоприятные условия. В первую очередь, это, возможно, у вас появилось определенное лишнее время, которое вы можете потратить на изучение... А не на сериалы. Да, на изучение финансовых рынков. Во-вторых, все же ценность на многие инструменты сейчас значительно ниже, чем были несколько месяцев назад. И это, в принципе, неплохое время для того, чтобы либо спасти свои сбережения, либо, возможно, даже заработать дополнительных денег. А вот ситуацию на биржах вы сейчас как оцениваете для новичков? Это очень большие риски или больше возможностей для того, чтобы, ну, там, неожиданно или, может быть, ожидаемо что-то получить? Рынок, он построен так, что там всегда есть страх и жадность. И вот постоянно вот эти две эмоции между собой борются. И кто-то в текущую ситуацию воспринимает именно как некий страх и думает, что рынки будут еще ниже через какое-то время. Кто-то, наоборот, пытается купить какие-то подешевевшие активы, чтобы получить дополнительную прибыль. Я все же стараюсь придерживаться некой разумной позиции. И такую позицию пытаюсь доносить в том числе и для своих клиентов, что, с одной стороны, торпиться не нужно, с другой стороны, и ждать более выгодных цен тоже не совсем правильно. То есть надо начинать пробовать, конечно, там, какими-то определенными частями. Но, в принципе, те уровни цен, которые сейчас присутствуют по многим акциям либо облигациям, они вполне интересны. А вам пришлось пережить вот эмоции какие-то вот в последнее время типа страха? То есть вы увидели там какую-то картину, и первый вопрос – а, там, горим, что делать? Ну, безусловно, март месяц был очень сложный для многих инвесторов, в том числе и для меня, потому что такого резкого движения, которое мы наблюдали в марте месяце, его не было никогда раньше в предыдущие кризисы. И когда происходят такие резкие движения, очень трудно принять какие-то правильные, разумные решения. Это приходит с опытом. И почему я говорю, что рынком надо начинать заниматься именно сейчас? Потому что надо накапливать опыт. То есть надо потихонечку, не спеша изучать, открывать брокерский счет и накапливать определенный опыт по работе с теми либо иными финансовыми инструментами. И в будущем это вам, безусловно, пригодится. И вот это вот кризисное время, это действительно может быть, там, не знаю, как день за два или месяц за три, потому что, ну, вот это вот самый сложный период, в котором вы будете начинать разбираться, может быть, ломать голову, там, еще что-то, но зато это, правда, колоссальный опыт. Это как вот в ситуации, допустим, с обучением вождения автомобиля. Если вы садитесь за руль зимой и этим начинаете заниматься, то вам будет гораздо проще, наверное, да? Да, в такие периоды интерес к финансовым рынкам у населения очень резко возрастает. Мы за прошлый месяц открыли очень много счетов, и люди действительно несут деньги. То есть они забирают деньги из банков и несут деньги на финансовые рынки. То есть это мы видим и по своей статистике, и по статистике московской биржи. Растет приток клиентов, растет оборот. А с чем это связано? Связано это с двумя вещами. В первую очередь это все же довольно низкие ставки по банковским депозитам, которые в большинстве своем не перекрывают текущую инфляцию. И, во-вторых, это появившаяся новая возможность у инвесторов купить акции, которые подешевели на 30-50%. До что сейчас падением или ростом реагируют рынки чаще всего? На какие события? Тут, конечно, важна и статистика по коронавирусу, важна статистика, особенно для российского рынка, по цене на нефть. Если мы говорим про глобальные рынки, то в первую очередь рынки реагируют на действия центробанков с точки зрения поддержания бизнеса. И мы видим, какие большие суммы, что европейский центробанк, что федеральная резервная система выливают на рынок, чтобы поддержать рынок. То есть буквально рынки заливаются деньгами, и это будет одним из серьезных аргументов, которые позволят финансовым рынкам восстановиться довольно-таки быстро. – Вот смотрите, я хотела еще спросить про инвесторов, которые уже к данному моменту какое-то время занимаются инвестированием. Какие есть сейчас в кризис стратегии, что бы вы рекомендовали, может быть? – В последнее время действительно есть такой интерес отряда клиентов, у которых уже сформированы какие-то инвестиционные портфели в других финансовых компаниях, либо крупных банках, где у них куплены сложные финансовые продукты, и инвесторы хотят понять, насколько эти финансовые продукты безопасны, насколько правильно у них сформирован портфель, и какие риски эти продукты могут нести в наше сложное, непростое время. Мы оказываем такую слогу, как некое второе мнение, потому что этим клиентам нужна какая-то независимая оценка, некий аудит портфеля, чтобы понять, какие риски есть дальнейшие по их инвестиционному портфелю, и как их можно минимизировать. – А чаще всего это портфели, которые они собрали не сами, и это был просто такой крупный пакетный продукт, с которым пришло время разобраться? – Тут много есть таких реальных проблем, существующих на сегодняшний день, что, во-первых, действительно многие клиенты не хотят самостоятельно разбираться в тех продуктах, которые им предлагают, не хотят самостоятельно формировать портфели и доверяются неким сторонним экспертам. И в то же время, последние несколько лет на рынке популярна продажа различных сложных финансовых инструментов, различных структурных нот, инвестиционных облигаций, которые являются тоже некими специфическими финансовыми инструментами. И, к сожалению, многие инвесторы, приобретая такие продукты, до конца не осознают все потенциальные риски. – Что нужно, чтобы разобраться с этим? – Ну, во-первых, надо повышать свою финансовую громадность. Если есть какие-то вопросы, то есть я всегда готов проконсультировать. Меня довольно легко найти в социальных сетях. Можно записать мой прямой номер с этого телефона. Это 47 38 57. Мы всегда готовы, во-первых, помочь вам открыть брокерский счет, либо проконсультировать вас по текущему состоянию с вашим портфелем, по текущему состоянию по финансовым рынкам. Нашим стратегическим партнером является открытие брокер. Это одна из крупнейших брокерских компаний России. Мы являемся официальным представителем открытия брокер в городе Кирове. И мы готовы вам дать довольно качественный сервис. Притом, неважно, сколько у вас денежных средств, это могут быть и 100 тысяч рублей, но у нас есть довольно большое количество клиентов, у кого портфели превышают и 100 миллионов рублей. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня разговариваем с нашим финансовым экономическим экспертом Константином Кропеневым о кризисе и о том, что делать, чтобы сохранить свои сбережения и как грамотно распорядиться свободными деньгами. Хотела вас спросить про, возможно, самые популярные сейчас в кризис инструменты и самые непопулярные, если можно так сказать. Это немножко, конечно, дилетантский вопрос. Безусловно, финансовый рынок, он дает очень много возможностей. Это, во-первых, и большая лихвинность, то есть нет проблем купить акции либо облигации на миллион рублей, либо на миллион долларов, и продать эти облигации можно, условно говоря, через пять минут. Сейчас инвесторам доступны в том числе и американские ценные бумаги, что позволяет гораздо серьезнее диверсифицировать портфель, но давать какие-то конкретные рекомендации – это не совсем правильно. Для этого нужно как минимум провести какой-то риск профилирования ваше, понять вашу толерантность к риску, ваши цели, понять, какими суммами вы обладаете, какие у вас есть финансовые резервы, и тогда, возможно, уже предложить какие-то финансовые продукты. То есть все крайне индивидуально? Получается так, что все крайне индивидуально, но опять же я хотел сделать упор, что за своими деньгами надо следить самостоятельно, и поэтому нужно все же в эту тему погрузиться и хотя бы понять, как работают акции, как работают облигации, какие риски и какие возможности они дают обычному частному инвестору. Ну и не забывать о том, что финансовый консультант все равно придет на помощь в любом случае, что-то можно посоветовать. Безусловно, мы всегда готовы к диалогу. Я уже занимаюсь инвестициями больше 25 лет, практически ежедневно принимаю какие-то инвестиционные решения и всегда могу поделиться своим опытом, рассказать, что я делаю, рассказать про собственную стратегию, про свой взгляд на рынок, а это в наше время довольно-таки ценно, потому что в том числе я рискую сам и, соответственно, за свои слова я отвечаю своими инвестициями. Это был Константин Кропенев. Мы говорили об инвестициях в сложное наше экономическое время. Телефон мой 47 38 57, либо можете найти меня через соцсети. И пришли мы, да, к выводу о том, что сейчас можно сказать, что время довольно-таки подходящее для захода и для того, чтобы начать узнавать, что это такое. Такие ситуации бывают раз в 10 лет. Нужно пользоваться. Да, и, соответственно, надо постараться из данной ситуации получить максимум для себя плюсов. Спасибо. Полезный город С условиями управления активами и иной информацией об АО «Открытие брокера», а также с иной информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом, можно ознакомиться на сайте opendefisbroker.ru и по телефону 8 800 599 66. Возрастное ограничение 18+. Продолжение следует...